Всем привет! Как вы уже знаете, сегодня ночью вышел новый патч M34E и, собственно, тут я вижу какой-то довольно большой список изменений. Сейчас мы посмотрим, что, собственно, действительно поменяли. Реально ли пофиксили имбу, типа там всяких баратрумов и... кого там еще? Спиритбрекеров. Вот. Или, на самом деле, изменения такие косметические и особо ничего не изменилось. Вот. Ну ладно, короче, давайте смотреть, собственно, и действительно анализировать, ну, есть ли изменения глобальные или нет. Так, Eternal Shroud. Сопротивление магии увеличится с 30 до 35%. Ну, на самом деле, приятный бонус. Ну, не сказать, что это мало. 55% на маг-резист довольно много, потому что не так много предметов дает маг-резист, и против кастеров его стало собирать еще актуальнее. Окей. Ну, то есть, приятное улучшение. Midas. Базовое время восстановления заряда увеличено со 100 до 110 секунд. Ну, типа, ну, на 10% пофиксили. Что, ну, довольно критично, на самом деле. То есть, тоже заметное улучшение, и Midas сейчас уже можно собирать не на всех героях в каждой ситуации, а на почти всех героях почти в каждой ситуации. Окей, Тараско. Стоимость рецепта увеличена с 1300 до 1400. Общая стоимость тоже увеличена. Бонус или уменьшен? Ну, это значительное, на самом деле, ослабление, потому что... Ну, здесь что-то написано, что 5200 стоит. А, все правильно. 5200 должно быть. Значительно, потому что, во-первых, чуть дороже стало этот рецепт, пану покупать. Ну, плюс еще на 5 сил и меньше. 5 сил и меньше, это, ну, меньше на 110 хп, что, как бы... Что, как бы, заметно, на самом деле. То есть, Тараско тоже уже на всех покупать впадут. Хорошо. Этот второй доминатор. Был сбойник увеличен с 3 до 4. Ну, это я вижу и за счет Владимира. Ну, как бы, ничего не поменялось тут в доминаторе. То есть, доминатор этот собирает... Ну, один герой всего, да? Ну, два героя. Текан и бисмастер, и так же продолжит его собирать. Окей, повис. Перезарядка уменьшит на 16... С 18 до 16. Ну, как бы, как будто ничего не поменялось. Да, чуть-чуть приятнее стал, но... Не выглядит, как что-то кардинальное. Владимир. Вот броня... Бонус брони с 3 до 4 увеличен. На самом деле, как будто Владимир, он и раньше был... Ну, довольно неплох. Сейчас еще чуть-чуть больше брони стало. Напомню, 6... То есть, одна броня, это... Ну, примерно около, там, пяти с половиной, да? Шести процентов лишения урона. Поэтому... Вот, собственно, на всю команду довольно важно. Окей. Ну, по предметам все. На самом деле, не так много предметов пофисили. Нейтралки что-то не трогали. Вот этот вот нейтралку с... Огромным количеством статов второго тира. Да, там 7 плюс к статам, которая, и... 13 скурона. Что-то не трогали, хотя она довольно имбулы. Вот, окей. Значит, переходим к героям. Аппарат. Уменьшен урон в секунду, да? Уменьшен на сколько? Вначале не уменьшен. И в конце на... На 6. Ну, как бы в пачке будет тяжелее скипать. Чуть меньше фарма у него из-за этого. Ну, за большего... Большего безразницы, но немного неприятно. Чуть меньше натворства у него был. Длительность пояс бласта отморожения уменьшена с 10-11-12 до 10 секунд. Но это довольно уже существенно. То есть, там, в лейте получить на халяву за день и 3-12 секунд чилить. Так, вместо этого придется 10 секунд чилить. Ну, как бы, довольно существенно. Ну, да, такой нерф, ну, довольно нормально. Все еще играбельный аппарат, но менее приятен. Ну, опять же. Ну, дело в том, что же у него уменьшили урон. Здесь увеличили... Ну, то есть, уменьшили длительность. Мидас стал, как бы, дороже. И, там, например, тот же Шраут, например, чуть более эффективнее. Поэтому, ну, как бы, в сумме... В сумме он стал хуже. О, Бристалл Байп. Смотрим. Максимальный урон уменьшен с 550 до 500. Ну, как бы... Ну, окей, нормально. Порог урона увеличен с 2225 до 300-225. Ну, это сделали так, чтобы не было такого, что спины в один качают, и все, больше ее не качают. Потому что, чем больше, как бы, она блочит урона, тем меньше улетает шипов. То есть, что вообще ломает логику скилла. Вот. Ну, как бы, здесь нерв понятен. Да, он такой вот должен был быть нерв. Просто это, по сути, изначально была недоработка разработчиков. Вот. Дальше Шарт его смотрим. Дальность применения уменьшена 1500-1000. Ну, это значительно. Это очень сильно повредит Шарт. Как бы, суть же в том, что можно было на большом расстоянии кинуть и замедлить. На него же сколько? Два гу вешалось. Два гу это, как бы, дофига. То есть, там, замедление, ну, процентов, там, 25, это, я думаю. Примерно. Вот, перезарядка увеличена с 10 до 13. Что значит, Шарт очень сильно порезали, как будто вообще пересанут. Бать, мне кажется. Так, талант и бонус к дополнительному урону к килл спрею меньше 25 до 20. Смотрите, Бристал Бэха как будто убили вообще нафиг. Хотя, на самом деле, достаточно было просто ему вот это вот одно изменение сделать. Достаточно ему просто было порезать спину, для того, чтобы не было, ну, это уже было бы сильное изменение. Потому что, во-первых, ну, порог урона вначале, ну, как бы, увеличен. И последний вот этот порог урона, он бы срабатывал при 40% снижении. То есть, например, если бы просто, ну, как бы, спину вкачать, ну, пришлось бы спину вкачать на 4, и вот эти 225 урона были бы, да, то это все равно был бы нерв, по сути. Потому что, ну, как бы, сейчас спину не качают, и чаще эти вылетают штуки. Ну, короче, а вот эти все остальные изменения, это, ну, как же, слишком сильные изменения, которые просто убивают героя. Скорее всего, на нем вообще никто не будет играть сейчас, потому что он станет неиграбельный. И прикол в том, что так как будто вот разработчики вообще не понимают, ну, как бы, судьбы Стилбека. Потому что там реально он был сильный просто за счет вот этой спины. Ну, может быть, да, какой-то, какой-то еще один, может быть, нерв. Надо было сделать, там, на 20-й талант или на киллспрей, а остальное, ну, как бы, шарт сильно так убивать точно не было смысла. Ну, либо хотя бы. Ну, короче, что-нибудь одно надо было сделать еще помимо спины. Да, спину надо было резать, вот еще одно можно было сделать, а остальное, это, ну, как бы... Сейчас этот герой, по сути, неиграбельный стал. Он очень сильно просил по урону. Хаус-Найт. Базовый урон уменьшен на 5. Ну, это как-то вообще дофига, даже для Валфи. Вау. Прилит очень сильно. Ну, то есть на линии очень сложно будет стоять. Уменьшение вемпиризма от крипов усилено с 40% до 70%. То есть он от крипов еще будет меньше властилица. Еще у него урона меньше, ну, короче, такое себе, да. Расход маны увеличен на 5, да. То есть у него до 300. Ну, у него как бы так, маны. Ну, короче, ЦК как будто еще стал тоже слабее гораздо. Особенно он стал слабее на линии. И, ну, следовательно, если он слабее на у линии и не стал, то значит на оффлайн его, ну, брать уже не имеет смысла никакого. То есть он никого не будет выигрывать на линии. Как вот раньше было. Раньше приходится огромная тычка, всех доняет, всех добивает. Еще плюс от крипов очень сильно властилится. Сейчас у него тычка уже не такая огромная. И от крипов он сильно не властилится, ему придется доносить какие-то ресурсы. Ну, как бы на оффлайне он точно умер в ЦК, а керри, ну, типа все равно вот эти 5 урона. Тоже, тоже фармить чуть-чуть. Ну, как бы фармить не тяжело, ему достаточно властила. Просто, ну, именно на линии, когда восстанавливать ресурсы надо за счет властила, ему не хватит. Ну, и маны много станет. Если раньше можно было на фарм просто опускать, то сейчас процекларить и рассказать. Ну, да, тоже усилили, ну, точнее, ослабили ЦК усилили. Дарквиллоу смотрим. Перезарядка уменьшена на 20, как это, 14, 22, 16. Ну, на самом деле ничего не поменялось, кроме вот этой Дарквиллоу с аганимом. То есть, когда Дарквиллоу с аганимом, ей важно очень, конечно, чаще нажимать эти штуки. И у нее будет там КД 16 вместо 14. Но, опять же, из-за того, что она длится 5 секунд, да, то есть он будет не в этой форме находиться... Сколько там? Раньше он 9 секунд находился, сейчас 11 будет. Ну, значит, ну, как бы, ну, такое микроизменение, как бы, окей. Мне кажется, на керри будет меньше гораздо, потому что она будет дэмэджа меньше, она будет более уязвима. На саппортах никак не влияет этот. Дальше, Даззл. Способность больше не влияет на 3-секундное отключение предмета и улучшение при получении урона. Ну, это просто неправильно работало, пофиксили, чтобы оно работало нормально. Окей. Дров рейнджер. Перезарядка уменьшена с 26... 20... 28-18... 24-18. Ну, чуть-чуть... Чуть проще фармить будет, хотя у нее все равно маны не хватало, на самом деле, постоянно кидаться. Поэтому, ну, по большому счету, ничего не поменяли. То есть дровка как была, так и осталась. Просто на фоне, там, остальных героев, ну, чуть лучше, наверное, будет. Окей. Эр спирит. Теперь перезарядка начинается после остановки валуна. Я так понимаю, что раньше было это, когда он, ну, начинал катиться. Тогда уже началась перезарядка. Сейчас, когда он, видимо, летит, начинается перезарядка. То есть, если так, то, ну, это значительное, собственно, увеличение перезарядки, потому что здесь было 4 секунды, и, ну, как бы, а время полета у него, ну, больше точно секунды. То есть ему, считайте, у него сейчас перезарядка, там, 5 секунд. Или, ну, даже, может, 5 с половиной каких. Короче, очень сильный нерв, на самом деле. Не может так летать по файту. Это его главный скил, по сути. Так что, ну, как бы, на и есть особо сложнее будет играть гораздо. Энигма. Перезарядка уменьшена с 200-160, 180-160. То есть уменьшили немного перезарядку на первых левелах. Особенно, ну, на шестом. На самом деле, странно, почему Энигма раньше не заиграла, потому что ее очень много, собственно, она получила очень сильный баф в прошлом патче. И, ну, как бы, и сейчас она еще тоже получила... Ну, сейчас незначительный баф, но просто, я думаю, обращать внимание, ну, и вам тоже посоветовал обращать внимание на Инигму, потому что там очень сильно апнули Далона в прошлом патче, и сейчас она, ну, как бы, еще уменьшили, то есть приятный вот этот блокхол, что стало не 200 секунд, а 180. И можно, так сказать, даже с какой-то плохой ситуацией вначале, ну, чуть чаще давать блокхолы, что неплохо. Кстати, там апнули еще Владимир, да, и апнули вот этот Доминатор. Может быть, Энигма получится с апнутым Доминатором. Появится. Вот. То есть, Энигма, ну, мне кажется, очень сильна сейчас. Опять же, но ап этот, ну, такой средненький, но, как бы, она сильна была уже в прошлом патче. Гримстрок. Агнемшард. Исцеление от урона по крипам уменьшено на 20%. Ну, ничего не поменяли. Гримстрок как был суперсильный, так и остался. Герокоптер. Урон за ракету увеличен 6.24, 8.24. Ничего никак не поменяли, бессмысленное обновление. Джаггер. Дополнительный урон увеличен 30, 40, 50, 40, 45, 50. Ну, типа, сейчас, когда Джаггер быстро апает 6, получается, ему будет чуть проще сделать килл. То есть, если раньше он напал на вас, нажал ультимейт, у вас осталось 50 хп, вы убежали, то сейчас, ну, как бы, у вас не останется 5 хп, вы умрете. А так, ну, как бы, такое очень минорное... Ну, чуть-чуть вот лучше, вот, чуть-чуть сильнее он стал в начальной стадии игры, там, условно до 12-го левела. На 12-м это вообще никак не влияет. На 6-м, на 7-м, на 8-м левеле это влияет. Вот на этот период, где-то там, с 6-го по 9-м левел, да, действительно, ну, чуть-чуть больше у него урона с ультой. Как бы, ну, практически ни на что не влияет. Окей, кунка. Вот шип, отложенный урон уменьшен с 45% до 35%. На самом деле, у него раньше был отложенный урон, я помню, там, 50%, по-моему, было, или 55% даже. Его там порезали раньше, сейчас еще порезали. Ну, как бы, это значительно. То есть, 35% это уже... Это уже не так много, на самом деле. Вот, то есть, если раньше... Ну, в 2 раза меньше урона ты по нему наносил, ну, и как бы 45% это практически тоже в 2 раза меньше урона. Сейчас 35% это всего лишь треть. Ну, это очень сильный нерф, на самом деле. Так, Tidal Wave. Урон уменьшен 250 на 180. Ну, этот бесячий шард, он весит не за счет урона, он весит за счет изменения местоположения. За счет того, что он толкает. Урон, ну, как бы, поменяли. Ну, с большим плевать, но неприятно, потому что поменяли сильно достаточно. То есть, 250 урона. Я даже не знал, что там 250 урона. Вот. Ну, да, изменение сильное. Сторм-шторм. Длительность уменьшена с 5 до 4 секунд. Перезарядка увеличена. Ну, перезарядка плевать, а вот длительность, что уменьшена, это сильный нерф. То есть, кунка очень сильно порезан. Вряд ли сейчас кто-то будет на нем играть. Ну, и вам тоже не советую. Дальше. Лишь шрак. На 1-шторм. Длительное замедление увеличено. 0,4-1, 0,45, 1,2. Никакой разницы, абсолютно никак не поменяли ли шрака. Леон. Дальность применения увеличена. 175 до 650. На самом деле, у Леона и так вот эти... Ну, как бы... Это я так понимаю, что дальность такая, когда нажимаешь ты кнопку, и он поднимает. Интересно, увеличили ли максимальную дальность? Потому что, если вы нажимаете не на врага, а до него, например, даете на максимальный рейндж, и перед ним нажимаете, то на все равно его... Там еще есть какой-то рейндж, что его еще копнет. Ну, за таргетом, по сути. Поэтому это довели до этого рейнджа, хотя там рейндж был выше, чем 650. 175-650, там больше. Там, мне кажется, рейндж 200 еще дополнительно, где-то для копка. Или бы это вообще увеличили полностью? Если еще увеличили с тем рейнджом, то Леон сейчас как будто на полкарты будет копать. А если это просто... Ну, исправили этот такой микробак, то тогда особо не влияет, конечно. Ну, как? На лоурангах влияет, а так особо не влияет. Но, скорее всего, это увеличили просто дальность копка полного. Поэтому, ну, Леон, надо будет на полкарты копать, что прикольно. Окей, или как? Базовая ловкость увеличена с 16 до 18. Прирост ловкости увеличен... 1,4, 1,8. Интересно, увеличили ли из этого броню начальную? Если увеличили, то это, ну, как бы, сколько это? Внутри ловкости, да, это одна броня? Я даже не знаю. Короче, если чуть броню увеличили, чуть приятнее будет на линии. Прижас, там, ловкости на 0,4, но это... Ну, там, больше уплевать, хотя, ну, чуть больше так спидать будет, ну, в лейте. Но, на самом деле, это ни на что не влияет. Такие минорные очень изменения. Марси. Сайдкик. Дальность применения увеличена с 700 до 1000. Ну, никак вообще не влияет, в принципе, уплевать. Если раньше, он хотя бы, надо было частого кидать, то сейчас ты кидашь раз в туалет, поэтому никак не влияет. Ну, это коллинг. Длительность уменьшена. 7, 10, 5, 8. Ну, это ни на что не влияет, потому что, ну, да никто не сидит в этом 10 секунд. Взамедление передвижения уменьшено с 30% до 15-30. Но, опять же, ну, хотя здесь 5 секунд, еще и замедление очень слабое. Ну, то есть, очень сильно скилл подрезали на первых ловелах. Вот. На последних ловелах. То есть, суть в замедлении. И то, что этот вот дух налетит, и что-то там тебя замедляет, ты досталец. Там налетай, там, один, максимум, два раза. То есть, длительность вообще плевать. По сути. А замедление, это, ну, уже более влиятельно. Некрофос. Гошраут, расход маны увеличили. Ну, никак не влияет, у него куча маны, ему плевать. Харстопер аура. Длительность восстановления уменьшена с 8 до 7. Ну, это дабаф, да, за убийство. Окей. Ну, то есть, это значит, он меньше будет маны восстанавливать, меньше хп. Восстанавливать за киллы, там, и на линии. Ну, это тоже значительно. Ну, как бы неприятно, нет. Аганинцептор. Дополнительное уменьшение здоровья ослаблено от 60% до 55%. Ну, особо не влияет, но, опять же, вместе с этим вот нерфом уже неприятно. И шард. КД шарда увеличили на 3 секунды. Ну, вот это сильный нерф, на самом деле. Потому что шард, он позволял тебе быстрее фармить и быть в более мобильном файте. То есть, ты несколько раз можешь, ну, там, например, два раза можешь дать шард, или три раза. То есть, здесь, ну, ты даже один раз того. Ну, короче, ну, или два, типа. Сильный нерф довольно, но не прям убили героя. Не прям убили, он все еще хорош против каких-то толстых силовиков, против драфтов с огромным количеством силовиков. Но сейчас не так, как раньше, что можно было бы брать любую ситуацию. Окей, Промил Бист. Трампл. Расход маны увеличен до 90, да, на всех уровнях. А что, он раньше был 75, но последний. Интересно. Ну, неприятно, потому что у Промил Биста мало маны. Так сказать, ну, неприятный нерф. Больше маны таскать. Ультимейт. Перезарядка увеличена. 36, 28. 40, 32. Тоже неприятно, потому что он ей фармил. Ну, собственно, будет чуть меньше фармить. Опять же, будет ждать, пока восстанавливается мана на Трампу. Короче, да, чуть меньше фарма у него будет. Но для героев, например, для киллов, убивать героев никак не поменялся. Так, талант 25. Бонус длительности пульверайз уменьшен по 100%, до 67. Никак не влияет. Это вообще, ну, как бы, быстрый талант. То есть, во-первых, до 25 ты почти никогда не доживаешь. Во-вторых, во-вторых, что? Во-вторых, был такой таран? Даже не помню, какой 25, второй талант. Ну, то есть, во-первых, ты его не всегда берешь, этот талант, как будто. Во-вторых, это и так очень много. То есть, 100%, 100% это было мега много. И тут суть же не в том, что ты долго держишь героя. Тут суть в том, что тебе его сбивают все равно. Этот талант как бы бессмысленный в большей части. То есть, если тебе никто не сбивает, то 67% это тоже очень много. Он и так держит в лете даже просто, просто героя, там, 2-3 секунды, да, это уже очень много. Потому что он сквозь бы кб держит. Ну окей, увеличенный в 2 раза это было, ну прям, слишком много. 4-6 секунды это очень много. Сейчас будет на 67%, это все равно тоже много. Поэтому, короче, то же самое по-трактически, только что фармить как бы сложнее стало. Ну, да, чуть-чуть подрезали, уже не будет таким выходным. Ходор Шаман, Хекс. Увлечение урона усилия. Усилено. 5-20, 10-25. Ну, как бы сильный ап, я бы сказал. То, что на первом лабре при 10% в Курону. Я же на самом деле не знаю, что дает у лабора. Вот. Короче, очень сильный. Шаман, как будто Шаман очень сильный. По процентам. То есть, как будто он и раньше был лабым. Пара мог что-то разбегался, может на него. Но сейчас он очень сильный. Окей, спектра. Базовая броня уменьшена на 1. Ну, как бы неприятно, но в целом плевать на самом деле. Ну, как, не то, что плевать, да? Ну, чуть-чуть ладенц, сложнее стоять будет. Вот. О, спиртбрейкер. Женитиво спиртбрейкер. Чаш. Перезарядка увеличена с 21 до 12, 22, 13. Ну, на одну секунду. Перезарядка увеличена. Ну, на одну секунду перезарядка увеличена. Да, на всех уровнях. Ну, как бы, окей, раньше, то есть, нерв, какой, заметный чуть-чуть, но они прям сильные. Перезарядка с аганим септора увеличена. Ну, это, опять же, это вот эта же секунда, то есть, чисто, что чарж увеличили на одну секунду. Сножить урона по крипам с баша уменьшен с 1.5 до 1.3. Ну, типа, меньше скипать по очке будет. Ну, выглядит сомнительно. На самом деле, Бара как будто, как и был сильным, так и остался. Тут ничего не поменяли. Давайте посмотрим. Ну, единственное, что Мидас, опять же, Мидас занерфили немножко, да, поэтому стало чуть сложнее. А так, да, как бы его это не занерфили особо. По сравнению с этим, с бресталбэком, бресталбэк вообще убили в ноль, Бара, ну, как бы, обычный нерв, который в лоу-рагах точно вообще даже не влияет. Окей, Тибер. Движение атрибута усиленно, с 10% до 13. Просто вернули то, что было раньше, ну, как бы, ок. Ну, на самом деле, да, силовиков можно резать, будет еще круче. Нормально, то есть, это довольно сильный, а, то есть, 3% атрибута, он будет, ну, действительно, там, больше, гораздо больше демеджа, пассивы, камдовать. Ну, и урон снижать у всех стенды. Вообще это. То есть, прикольно, что. чем-то на всех уровнях, то есть, сразу можно приходить на линию пилить, вот так вот, то есть, не надо будет прокачивать сильную эту пилу. Короче, Тибер сильнее будет. Так, Тини, Avalanche. Расход маны уменьшен со 120 до 90-120. Ну, это прикольно, на самом деле. Ну, как, опять же, как прикольно. То есть, Тини только, только работает на Тини четверку, как будто, да, немножко на Тини мидера, что, он сможет, типа, чуть чаще кидать на линии, а Тини четверка чуть чаще гангать, опять же, пока до седьмого, он не прокачает, вот это, типа. Но, если он за счет вот этой, уменьшение расхода маны, сделать там на один килл больше, там, либо нафармить там на одну пачку больше, это тоже неплохо, потому что появится раньше блинг, и, ну, чуть раньше он получит преимущество. То есть, особенно Тини саппорта, Тини четверки, очень прикольно. Получается, Avalanche. Такой. Окей, тренд. Базовая скорость передвижения уменьшена до 200, ну, на 5, до 280. Ну, он и так еле-еле ходил, но в деревьях уснул быстрый, поэтому, как бы, с большего плевать, на самом деле. Маленький нерв. Лич сит. Урон лечения в секунду уменьшены. 25-70, 25-65. Ну, это уже сильнее нерв, да, потому что это главный скил, которым он пользуется на линии, и постоянно тебя бесит. Раз, второй он лечит себя и керри своего, поэтому, сейчас он будет, ну, суммарно лечить, по сути, на 20% меньше и урона наносить. Ну, чуть меньше скорость, ну, чуть-чуть под нерв, или окей, нормальный нерв. Вопросов тут нет. Так, вивер, перезарядка уменьшена, 7, 7, 2, и 5, 8, 5, 2, и 5. Ну, меньше будет бесить на линии, вот этими, именно, атаками. Ну, что, кстати, что, значительно, потому что, все-таки, на линии, вивер довольно сильно, он прогоняет своими, вот этими дополнительными атаками, тут же дополнительный демедж, идет же, именно на атаке, там 20-35, то есть, путикуна режет давать, ну, довольно большой демедж, так, и, хорошее демедж, то есть, меньше бесить будет вивер. Виверно, базовое лечение в секунду увеличено, 30-45, 40-55, ну, прикольно, то есть, на линии, на линии хилить, можно будет, как бы, ничуть больше, на треть больше, сильно, то есть, 40 на 4, то есть, он 160 хилит, плюс еще, плюс еще 10% хп, 10% хп, это, например, еще 70 уронов, то есть, он 200 плюс хп хилит, вот на одной колбой, кд-24, маны всего 50 стоит, то есть, как будто, сейчас виверно будут брать, там, вместо варлока, то есть, она будет хилить, этим хилом, и будет, ну, довольно круто, окей, дальше, то есть, пич доктор, каски, множество уронов по крипам уменьшен, 2, полтора, ну, как бы, ни на что не влияет, на самом деле, вообще ни на что, потому что, там, если на двух крипов он кидает каски, то, он их так убивает, как будто, там, они бы еще прыгали бы дальше, ну, короче, то есть, чуть меньше вот фарма, но оплевать абсолютно, без вард, в первую очередь, атакуют героя в радиусе таки, а затем уже крипов, ну, как бы, ими так можно было управлять, так что, на урангах, это чуть не играет, а на хайрангах, вряд ли, потому что, там, ты раньше сам управлял, вот, последнее изменение в райскинг, урон скелетов уменьшен на 3, ну, типа, чуть меньше будут фармить, но, в целом, плевать, на самом деле, то есть, никак не повлияли, тут суть в том, что у скелетов так очень много урона, 34 урона, там еще талант на 26, 34, это уже до уменьшения, или после, мне сейчас сказали, что у них и так было 34, то есть, скорее всего, 31, я не уверен, ну, и, собственно, это все изменения, то есть, вот из такого интересного, да, очень сильно порезали, бристлбека, я бы сказал, тунку, и, некрофоса, вот этих трех героев, а, еще, юрспирита, а, цк, еще, цк, 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 порезали, немножко аппарата, вот, порезали бедасик, и, в целом, в целом, я бы сказал, что изменения не очень глобальные, то есть, сейчас, просто те герои, на которых вы раньше меньше играли, они стали сейчас более играбельные, по сравнению вот с этими, от цк, наверное, придется отказаться, от бристлбека придется отказаться, ну, прям, совсем, полностью, остальные, вроде, играбельные, все, как бы, ок, ну, ладно, собственно, наверное, предметы, ну, предметы, по сути, по большому счету, никак не изменили, вот, кроме Тараски, Тараски, действительно, сильный нерв, да, Мидас, довольно, такой, заметный нерв, тоже сильный, я бы сказал, одно, особо никак не поменяли, то есть, по сути, прям, супер большого изменения не будет, но, опять же, мне это может поменяться довольно сильно, потому что, какие-то герои придут новые, из-за этого придут новые шмотки, потому что, они на них будут более актуальны, чем другие, из-за этого придут новые контрпики этих героев, и поэтому, оно может, ну, игра поменяться, но, по сути, таких вот прям предпосылок, особо нет, не будет просто Бристлбека, Хаус Найта, Йор Спирита и Кунки, скорее всего, вот, ну, собственно, на сегодня все, то есть, как вы думаете, ну, то есть, за кого будете играть и поднимать ПТС, можете писать в комментариях, и, какой-нибудь, если сделать разбор, кто досмотрел до этого момента, можете написать свою, игру в комментариях, какие-то цифры, да, игры, в новом патче, и, я сделаю, скорее всего, в ближайшее время, рубрику, с разбором, вот, игры подписчика, где, я, собственно, разберу эту игру, и положу видео, с разбором, вот, а так, на сегодня у нас, собственно, все, и, всем пока, до новых встреч, субтитры,